САДЫ РОССИИ ПРЕДСТАВЛЯЮТ ВЕСЕННЯЯ ОБРЕЗКА АБРИКОСА Северные сорта абрикоса, как правило, получены за счет участия сибирского абрикоса, который в естественных условиях растет кустарником. Поэтому, в принципе, для абрикоса вполне нормально выращивание в виде многоствольного кустарника, но все-таки желательно выращивать его небольшим деревцем, то есть чтобы хотя бы сантиметров 30 у него был один штамп, а потом уже шло образование скелетных сучьев. В этом случае и за деревом будет гораздо легче ухаживать, и в целом дерево будет себя гораздо лучше чувствовать. Но, опять же, это необязательно. Для формирования плодоношения нужно разобраться с типами побегов однолетних и их функциональной нагрузкой. В силу того, что побеги абрикоса по-разному реагируют на закладку цветочных почек. На примере этого дерева мы можем проследить, что побеги, которые короткие, до 70 сантиметров, или высотой 70 сантиметров, они достаточно активно заложили цветочные почки. Вот укороченные побеги однолетние порядка 20-30 сантиметров, вот у нас более длинные побеги до 70 или 70 сантиметров. На них достаточно обильное количество цветочных почек, и мы можем видеть побеги, которые больше 70 сантиметров, на них либо единичные цветочки закладываются, либо вообще не закладывается цветочка. То есть, таким образом, понимая функциональную нагрузку побегов, мы можем каким-то образом влиять на структуру будущего урожая дерева. Получается так, что абрикоса, чем короче однолетний прирост, тем более функциональны образуются побеги, большее количество цветков закладывается, дружнее не цветут и более устойчивы ко всем факторам. Побеги, которые перерастают в высоту 70 сантиметров, как правило, они уже очень единичные закладывают цветение или вообще могут не закладывать цветочных почек. Поэтому при выполнении обрезки мы должны смотреть на длину однолетнего прироста и все побеги, которые больше 70 сантиметров, их обязательно укорачиваем. Лучше, если это мероприятие мы будем проводить в течение лета, на начало июля, ориентировочно на 10 июля, смотрим, какие побеги у нас доросли до 70 сантиметров и продолжают острости, мы выщипываем макушкой, какие не доросли, все, мы их больше не трогаем. Это может сильно повысить урожайность на будущий год. Но тем не менее, весной эту процедуру тоже желательно провести. Кроме того, весной важно проводить такие процедуры, как прореживание кроны и, соответственно, формирующую обрезку. То есть, мы должны, опять же, определиться в дереве, какие у нас будут скелетные сучья и оставить их, и какие у нас будут загущающие побеги, какие трущиеся побеги. Их мы, соответственно, полностью удаляем. В первую очередь нам нужно удалить всю дикую поросль у дерева, которая его ослабляет, чтобы все питательные вещества шли в культурную часть. Поскольку, в основном, абрикос прививают на песчаную вишню или на биссею, то у нас, как правило, она и образуется здесь при штамбовой поросли из песчаной вишни. При выполнении прореживающей обрезки, чтобы нам получить крупные плоды, товарные, привлекательные, важно, чтобы каждая ветка занимала свое место в пространстве. То есть, когда у нас огромнейшее количество веток растет в пределах одного буквально места, я не могу дышать снять текущую поросль, то, соответственно, мы убираем какую-то часть. Лучше, если мы будем оставлять те ветки, которые более-менее не на периферии растут, а центральную ветку мы можем убирать. Очень важно при выполнении срезов выполнять их в нужном месте. Если мы будем выполнять, где попало срез, где нам удобно, это со временем может привести к некоторым ошибкам. Либо у нас будет образовываться куча побегов, которые со временем приведут к волчкам, и мы хотели убрать ветку, в итоге оказалось еще больше здесь веток. Либо к тому, что она начнет отсыхать и будет образовываться здесь депло. Соответственно, нам лучше удалять ветки переводом на какую-то другую полноценную живую здоровую ветку, без всякого, без единого малейшего пенька. В этом случае мы можем надеяться, что ветка у нас полноценно заживет, затянется, и эта ветка будет продолжать развиваться. Все срезы больше 1 см диаметром обязательно замазываются судовым варом. Таким образом, качественно, своевременно убранный дичок, очищенные основания и штамбы скелетных сучьев, прореженная крона на периферии вполне могут вам обеспечить высокий урожай крупных привлекательных плодов абрикоса. Зайдите в наш интернет-магазин, жмите ссылку на экране или посмотрите другие видео на нашем канале.